Добрый день, дорогие коллеги! Мы опаздываем на 5 минут. Как председатель, у меня это тревожно, потому что это неправильно. Но сначала я хочу с вами поздороваться, поприветствовать всех, кто решил сегодня поучаствовать в работе ревматологической секции. Мне кажется, это важные вопросы. По крайней мере, мы готовились для того, чтобы терапевтам рассказать о каких-то аспектах ревматических заболеваний, которые имеют значение для всех врачей в равной мере. Еще я хотела поблагодарить организаторов конференции, которые пригласили нашу секцию с нашими докладами. Мне кажется, это очень важное дело на такой общей площадке терапевтической базе собирать специалистов в разные направления. Понятно, что мы все с вами по сути терапевты. И только в силу огромного потока информации, который сегодня существует, мы вынуждены делиться над специализацией с тем, чтобы, может быть, больше освоить это. Но смысл в том, чтобы потом поделиться с вами тем, что мы знаем, может быть, немножко больше, потому что нам это поручено. Я сегодня представляю, и наша секция, она проходит и в стенах студии Института ревматологии имени академика Валентины Александровны Насуновой. И это заведение занимается около 60 лет проблемами изучения ревматических заболеваний. И мы сегодня решили представить несколько докладов, которые, наверное, могут иметь значение для специалистов всех специальностей. Доброе утро, уважаемые коллеги. Открываем секцию ревматологии. И первое слово представляется профессору, доктору медицинских наук, ведущему научному сотруднику лаборатории системного склероза Лидии Петровны Ананевой. Ее доклад – антифибротическая терапия при ревматических заболеваниях с поражением легких. Дорогие коллеги, я хотела вам напомнить, что иммуновоспалительные ревматические заболевания – это редкая группа болезней, к счастью. Но она исключительно имеет важное значение как модель системного поражения многих органов одновременно. Это гетерогенная группа, в основе лежат иммуновоспалительные нарушения. В свое время, в середине прошлого века, эти заболевания были объединены в единую группу на основании, в первую очередь, морфологических признаков диффузного поражения соединительной ткани, основного представителя коллагена. И тогда эти болезни назывались коллагенозой в течение длительного времени. И мы тогда узнали, что универсальный признак всех этих болезней – это гиперпродукция органа неспецифических антител, в первую очередь, антиядерных антител. Здесь, с правой стороны слайда, вы видите основных представителей этих болезней. Их значительно больше, но объединяет их на сегодня в практическом смысле неблагоприятный жизненный прогноз. Это и высокая смертность, которая связана с основным заболеванием, и это связь с коморбидностью, в силу различных причин, в первую очередь, предрасположенности к инфекциям. Это тяжелая группа заболеваний, но в то же время она является моделью для изучения иммуновоспалительных заболеваний. Поражения легких при системных ревматических заболеваниях встречаются часто и представляют важную часть общей картины болезни, иногда доминирующей. И тогда мы говорим, что это вариант клинический, легочно доминирующий патологию таких пациентов. Но в целом и клинические формы, и течение, и самих ревматических заболеваний, и их поражение внутренних органов, оно очень широко варьирует. От легких, доброкачественных форм, когда пациенты длительное время не обращаются ко врачам, до тяжелых, молниеносных, таких манифестных форм, которые в течение очень короткого времени, даже с 6 до года, могут привести к смерти даже молодых и исходно здоровых людей. Поражения респираторной системы часто осложняются легочными инфекциями. И учитывая, что все наши больные вынуждены принимать комплексную терапию, иммуносупрессантами, кортикостероидами, у нас нередко встречаются лекарственные поражения легких. Все это вместе ухудшает качество жизни, прогноз. И главное, что эти поражения легких являются одной из причин, из ведущих причин смерти. Ну, какова же цена вопроса? Как часто встречаются интерциальные пневмонии при системных ревматических заболеваниях? Как вы видите на этом слайде, на первом месте это системная склеродермия. До 75% на популяции московской, это 82%, это пациенты, которые имеют интерциальные пневмонии. Нужно сказать, что частота выявления, она, конечно, зависит от метода обследования. Если мы будем только клинически ориентироваться, то мы выявим процентов 30-40 больных. Но если мы будем применять золотой стандарт диагностики интерциальных пневмоний, то это уже будут вот эти вот высокие проценты. Немножко реже встречается интерциальная пневмония при ревматоидном артрите. Практически не встречаются в клинически очевидных формах при системной красной волчанке и при болезни сиогрена, это тоже, ну, каждый третий больной. Важно, как вы видите на этом слайде справа, что интерциальные поражения легких нередко сочетаются с другими лёгочными проявлениями. Лёгочная артериальная гипертензия при системной склеродермии, бронхиолы и ктаза, бронхиолиты при ревматоидном артрите и так далее. То есть системные заболевания, они проявляются здесь тоже. На этом слайде вы видите данные о том, что интерциальные заболевания лёгких ухудшают качество жизни и одна из ведущих причин смерти является именно интерциальное поражение лёгких. Вот вы видите, это относится и к системной склеродермии, и к одиопатическим воспалительным миопатиям, к некоторым формам внимания при ревматоидном артрите. И для нас очень важно то, что интерциальные заболевания лёгких, они потенциально жизнеугрожающие проявления. Они имеют высокий риск смертельного исхода. И поэтому приоритетами в курации таких больных, когда у нас есть в ведущем поражение лёгких, то это в первую очередь своевременное выявление, правильная оценка тяжести. Не всех больных с интерциальным поражением лёгких нужно лечить. Иногда они бывают очень слабо выраженными, и в этих случаях мы за больными просто наблюдаем. Ну и, конечно, мы тщательно подбираем адекватную терапию, и вопросы терапии для нас являются очень на сегодняшний день сложными и недостаточно разработанными. Они зависят, наши подходы к терапии, во многом от морфологической картины интерциальных пневмоний. Но ревматологи практически не делают в своей реальной клинической практике биопсии лёгких, потому что компьютерная томография органов грудной клетки достаточно правильно и близко к истинному положению морфологическому позволяет диагностировать более воспалительные изменения, более выраженный фиброз. И этот подход вполне нам достаточный. На сегодняшний день к общим мультидисциплинарным вопросам курации всех интерциальных заболеваний лёгких, как при системных ревматических заболеваниях, так и при других нозологиях, например, при саркоидозе, гиперсенситивном пневмоните, при диапатических интерциальных пневмониях, это вопрос ранней диагностики. Потому что, как и при всех других внутренних болезнях, чем раньше ставится диагноз, тем, соответственно, лучше прогноз. Очень важно критерии иметь оценки тяжести и прогрессирования, потому что прогрессирующее течение заболевания, оно самое сложное для курации. Но мы должны понимать, в каком случае и как нужно наблюдать больных, чтобы поставить вот этот вот вариант прогрессирования. И сегодня мы выделяем прогрессирующий вариант фиброзирующих интерциальных заболеваний лёгких. Это тот вариант, который обязательно, но безальтернативно приводит к плохому прогнозу. Когда мы выбираем терапию, мы обязательно учитываем и морфологический профиль заболевания, то есть насколько выражены соотношения фиброза и воспаления у данного больного, насколько выражена коморбидность, сопутствующие заболевания, инфекции респираторного тракта, которые, естественно, влияют на нашу терапию, лекарственные поражения, ну и у нас при ревматических болезнях значительно чаще встречаются злокачественные опухоли. На сегодняшний день лечение интерциальных пневмоний при системных ревматических заболеваниях, оно разработано недостаточно, и, нужно сказать, нет общепринятого алгоритма курации, за исключением, может быть, системной склеродермии. Какой же у нас сегодня арсенал? Он более чем скромен. Циклофосфан и микофенолатомофитил – это два иммуносупрессивных препарата, которые назначаются как препараты первой линии, но микофенолатомофитил имеет такую же эффективность, как циклофосфан, но он лучше переносится. Циклофосфан значительно более доступнее, дешевле. Но у него есть масса своих неприятных побочных действий, как у цитостоксического препарата. Второй ряд – это препараты иммуносупрессивных действий, такие как азотеприн, циклофосфарин, талидамид. Это препараты, имеющие меньшую доказательную базу, но при непереносимости первых двух препаратов мы вынуждены применять эти препараты. При некоторых тяжелых видах прогрессирующих интерциальных пневмоний и присистемных заболеваниях, в первую очередь присистемной склеродермии, рассматривается трансплантация гематопоэтических стволовых клеток. Но терапевтическое окно у этого метода очень узкое. А сейчас, в эпоху пандемии ковида, его применение значительно осложнилось. К сожалению, ни один из этих видов терапии не относится к современным видам терапии и не утвержден для лечения интерциальных заболеваний легких. Сегодня изучаются для лечения этих состояний биологические препараты. Здесь перечислены ритоксимаб, тоцелизумаб и аботоцепт. Это препараты, которые находятся в фазе клинических испытаний и частично, вне показаний, оффлэйб используются в клинической практике. Ну и совсем недавно у нас появились антифибротические средства. На самом деле их список достаточно длительный, но не антидонип относится к препаратам, которые сегодня, единственный препарат, зарегистрирован в России, как антифиброзный препарат для лечения интерциальных поражений легких при прогрессирующих системных ревматических заболеваниях. В частности, ритоксимаб – это препарат, который относится к антибеклеточной терапии, он является блокатором Б-клеток, он как бы иммунную систему подавляет, в плане выбивает все Б-клетки, и поэтому иммунная система как бы перезагружается, начинает работать в другом режиме, более оптимальном, и эти препараты, как показано на практике, имеют очень неплохой эффект. Но, к сожалению, не было ни одного клинического испытания, которое бы доказало, да, ритоксимаб – это самый хороший препарат, поэтому сейчас проводится вот это большое исследование, оно проводится у больных с интерциальным поражением легких при всех ревматических заболеваниях. Мы очень ждем результатов этого исследования. Но сегодня мы уже знаем, вот это одна из немногих работ наших греческих коллег, которые применяют ритоксимаб уже более 7-8 лет, это их работа еще 16-го года, значит, сейчас уже почти 10 лет. Красная линия верхняя, она показывает уровень объема легких на фоне лечения ритоксимабом. Мы знаем с вами, что форсированная жизненная емкость легких – это основной параметр, который отражает функцию легких. Чем он выше, тем лучше. Но здесь мы видим синяя линия – это пациенты, которые получают стандартную терапию, и жизненная емкость легких во время, несмотря на нашу обычную терапию, у них жизненная емкость легких снижается. Это означает, что у больных развивается дыхательная недостаточность. Больные, которые получали ритоксимаб, у них такого не происходило, и даже более того, происходило улучшение состояния исходно нарушенного. Еще один кандидат в лечении интерциальных поражений легких при римматических заболеваниях – это ингибитор интерлекина-6. Мы с вами все сегодня знаем эти препараты, тоцезумаб и различные аналоги. Они активно и успешно применялись в пандемии для лечения острой интерциальной пневмонии. Римматические заболевания сопровождаются хроническими интерциальными пневмониями. Но, как мы видим, для лечения иммунных нарушений, которые проявляются как цитокиновый шторм, и пневмония острой интерциальной является тем полем, на котором происходит борьба организма с вирусом. Оказалось, что вот эти ингибиторы, они тоже, когда их назначают у больных острой склеродермией, и вы видите, нижняя синяя линия – это больные, которые не получают тоцезумаба, у них жизненная емкость легких или функция легких прогрессивно ухудшается в течение первого года заболевания. А больные, которые получали тоцезумаб, у них функция стоит на месте, она не ухудшается. Это очень важный момент. Этот препарат предотвращает прогрессирование. Но вообще нужно сказать, что сегодня, вот вы видите картинку на слайде сверху, это фибробласт, который активируется и вырабатывает коллаген или компоненты соединительной ткани, которые вызывают фиброз. И существует масса рецепторов на самом фибробласти, существуют внутриклеточные пути активации ядра, которые дают команду вырабатывать этот коллаген. И существует очень много, это все точки, таргеты, и существует очень много моделей, которые позволяют каким-то образом влиять на этот фибробласт. Сегодня ясно, что различные фиброзирующие заболевания, они начинаются все по-разному, но на определенном этапе они все приходят к активации вот этих самых фибробластов, которые как бы заживляют повреждения. И эта активация фибробластов сопровождается тем, что они превращаются в миофибробласты, и это сопровождается отложением компонентов экстрацеллюлярного ума, то есть с развитием тканевого фиброза. Мы знаем сегодня, что тканевой фиброз – это общебиологическая проблема, потому что он является общим исходом почти всех хронических заболеваний. Все пациенты наши с хроническими болезнями, ну 45% смертей в развитых странах, где нет инфекции, они связаны с хроническими вот такими заболеваниями, которые имеют фиброз в исходе. Поэтому идет активное изучение процессов общепатологических путей фиброзообразования и относительно недавно была выдвинута концепция вот об общности этой финальной стадии фиброзирования и были придуманы препараты, которые позволяют приостановить или активацию фибробластов, или выработку коллагена. И сегодня антифиброзная терапия имеет несколько стратегий. Это модуляция иммунного воспаления, которая вызывает фиброз, это при ревматических заболеваниях. То есть мы сначала стараемся подавить воспаление, предполагая, что не будет развиваться фиброз. Но если все-таки фиброз начинается, и в первую очередь он начинается с сигнала для фибробласта, это ростовые факторы, это второе направление. И третье, если фибробласт уже активировался и запущен, все-таки, так сказать, затормозить его вот этот вот синтез белков, в экстрацеллюлярную матрикс, но это три основные направления. Что же мы в этом плане имеем? Ключевая молекула при всех фиброзирующих заболеваниях – это фактор роста фибробластов. Ключевая молекула. Существует несколько препаратов произведенных. Один из них фреза лизумапа, один из них перфенидон. Этот препарат хорошо известен, потому что в течение последних нескольких лет он зарегистрирован на стране для лечения идиопатического легочного фиброза. И он не только замедляет фиброз, но и продлевает жизнь пациентам. И сейчас этот препарат испытывается при других фиброзирующих заболеваниях. Но этот слайд я пропущу. Перфенидон обладает целой массой положительных эффектов, то, что мы называем плеотропные, множественные эффекты. И он не только снижает уровень вот этого ростового фактора фибробластов, но и уменьшает воспаление, освобождает от гидроксильных радикалов, которые стимулируют фиброз и оказывают очень много различных полезных действий на другие биологические препараты. Поэтому мы предполагаем, что этого препарата большое будущее. И мы надеемся, что может быть он и при других заболеваниях будет подлинять жизнь. Нинтидонип – это препарат, который является ингибитором тирозинкиназ. Он оказывается внутриклеточным ингибитором различных рецепторов, в связи с чем блокады этих внутриклеточных путей приводят к торможению, активации ядра и не вырабатываются коллаген и другие вещества. Поэтому сегодня, когда у нас этот препарат Нинтидонипа был зарегистрирован в течение последних двух лет в России, мы ищем место этого препарата, когда он должен применяться. Ну и понятно, что в первую очередь мы применяем его там, где у нас есть признаки фиброза, прогрессирующие фибротических изменений. Это в первую очередь по данным компьютерной томографии грудной клетки. И мы назначим его в тех случаях, если мы по рентгену видим фиброзирующий процесс, если мы видим превалирующие процессы фиброзирования, признаки которых очень хорошо знают рентгенологи, лечение проводят достаточно длительно. А учитывая, что наше заболевание имеет сложный генез, и, как правило, иммунологическую составляющую, то нередко мы их можем сочетать с иммуносупрессантами, в частности, с тем же самым микофенолатомофитилом. И здесь я хотела вам показать одно исследование, в котором больные получали Нинтидонип, а часть больных были включены в исследование, они уже принимали микофенолатомофитил, но у них не было достаточного эффекта. И вот если вы посмотрите на эти кривые, то самая верхняя кривая – это пациенты системной склеродермии с интерсоциальным поражением легких, которые принимали и Нинтидонип, и Микофенолатомофитил. Вы видите, это самые лучшие результаты по группе. У нас сегодня есть доказательства о возможности сочетания Нинтидонипа и иммуносупрессантов. Эти препараты, которые я вам коротко упомянула, являются не единственными. На этом моем предпоследнем слайде вы видите перечислены последние рандомизированные клинические испытания высокого уровня, которые вводят в практику или введут завтра в практику другие препараты. И если Нинтидонип сегодня уже введен, то на очереди перфенидон, ретоксимаб, апотоцепт, циклопосфан, Микофенолатомофитил и так далее. Ну и в заключение я должна сказать, что интерсциальные пневмонии при системных иммуновоспалительных заболеваниях развиваются часто. Но мы их можем, сегодня у нас есть все возможности их рано выявить и рано назначить лечением. Выбор оптимальной терапии. Мы осуществляем это системные заболевания с учетом и воспалительной активности, и фибротической активности. И вот это вот понятие фибротической активности, прогрессирование фиброза, это для ревматологов относительно новая ситуация. Ну и, соответственно, если у нас есть признаки прогрессирования интерсциальных пневмоний, это основание для инициации антифиброзной терапии. Спасибо, коллеги. Благодарю вас за внимание. Лидия Петровна, замечательный доклад, очень подробно, с интересом мы выслушали. И очень хорошо, что есть надежда, есть куда стремиться и перспективы, и стратегии вот этого нового развития. То есть они приносят большой вклад в будущее развитие. Вопросы мы в конце, Лидия Петровна? Да, давайте, конечно. Потому что появились вопросы. Тогда переходим к следующему докладу. Глубоко уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, что... Извините, пожалуйста, Елена Владимировна, я вас все-таки представлю. Дорогие коллеги, задумка нашей секции была, что мы выступим с какими-то некоторыми вопросами, конкретными, узкими, которые могут быть интересны другим специальностям. Сегодня я хочу вам представить старшую научную сотрудника кандидата медицинских наук отдела сосудистой патологии Института ревматологии Герасиму Елену Владимировну, которая все много времени посвящает кардиологическим проблемам в ревматологии. И поэтому сегодня, мне кажется, будет очень интересное сообщение, которое посвящено противоревматическим препаратам и их значению для кардиологических проблем в ревматологии. Спасибо, Лидия Петровна. В современное время актуальные вопросы терапии, они включают в себя репозиционирование лекарственных препаратов. В последние годы мы стали свидетелями о успешном применении противоревматических препаратов врачами других специальностей. И мой доклад будет посвящен противоревматическим препаратам и интересны ли они для кардиологов. Сохраняя целостность опорно-двигательного аппарата, мы должны, конечно же, сохранить вне вредимости это основной, главный сосуд человеческого организма. Поэтому то, что должны знать кардиологи, ну и, конечно же, ревматологи, это как кардиологический профиль неблагоприятных явлений противоревматических препаратов. Все наши противоревматические препараты в той или иной степени могут влиять на ключевые моменты, которые в своей сумме приводят к развитию и прогрессированию атеросклероза. На слайде представлено влияние всех групп противоревматических препаратов на эти пять составляющие. Наиболее часто применяемыми препаратами в ревматологии являются, конечно же, нестероидные противовоспалительные препараты, и глюкокортикоиды. Они имеют выраженное противовоспалительное действие, но, к сожалению, все они в той или иной степени негативно влияют на метаболизм глюкозы, на повышение артериального давления, нарушение липидного обмена, это глюкокортикоиды, и на тромбоз и гиперкоагуляцию, это нестероидные противовоспалительные препараты. Поэтому наша цель – минимизировать назначение этих групп препаратов у наших пациентов. Следующая группа – это базисные противовоспалительные препараты. Здесь нужно отметить, что часть из них имеет благоприятное действие, наиболее безопасным препаратом является известный – это гидроксихлорохин, но у него есть негативное действие в отношении артериального давления, наряду с другим препаратом – люфлюномидом, который тоже оказывает такое действие. Из группы базисных противовоспалительных препаратов наиболее благоприятный профиль кардиовоскулярной безопасности имеет метатриксат. И что здесь еще интересно, касаемо метатриксата, то его действие, связанное со снижением риска сердечно-сосудистых событий, оказалось не прям пропорционально со снижением активности ревматоидного артрита, что позволяет ученым предположить о наличии альтернативных механизмов, которые связаны именно с приемом этого препарата в отношении риска сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите. Люфлюномид – следующий препарат. Есть риск при приеме этого препарата, развитие артериальной гипертензии, что особо было показано у лиц восточных национальностей, но в защиту этого препарата необходимо отметить, что люфлюномид может оказывать значительное ангиоангиодензивное действие на клетке посредством ингибирования функциональной антиангиогенезной системы. Это система эфрин А1, эфрин А2, и, соответственно, вот этот потенциал может быть использован для лечения этим препаратом, в отличие от иммуносупрессивного действия. Сульфосалазин – этот препарат оказывает защитное действие на сердечно-сосудистую систему и связывает возможность препарата с возможностью ингибировать индуцированной архидоновой кислотой агрегации тромбоцитов в такой же степени, как и аспирин. Далее немного поговорим о влиянии геноинженерных биологических препаратов. У них, конечно, мощное противовоспалительное действие, здесь мы видим, часть из них оказывает благоприятное влияние на метаболизм глюкозы – это ингибиторы, факторы, некрозы, опухоли, альфа и аботоцепт. Есть положительное влияние на липидный обмен – это опять ингибиторы, факторы, некрозы, опухоли, альфа и ретоксимаб. Дискутируется вопрос о влиянии на липидный обмен ингибиторов рецепторов интерлекина 6-го. И последняя группа препаратов – это таргетные препараты, ингибиторы джаккинас, которые в последнее время все более широко применяются в ревматологии. Эта группа препаратов известна про колбуляционный эффект, который может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистый риск. Нужно отметить, что в группе АПЕ-дефицитных мышей на применение тофоцитенибе этот препарат оказал выраженное атеросклеротическое снижение атеросклеротического поражения аорта, что ученые связывают с уменьшением М1-атепровоспалительного направленности макрофагов и увеличением антивоспалительного М2-типа макрофагов именно у тех мышей, которые получали препарат тофоцитениб. Второй вопрос, о котором должны знать кардиологи. Возможно ли использование наших противоревматических препаратов в кардиологии? И уроки ревматоидного артрита, естественные модели воспаления высокой степени могут быть использованием для понимания воспалительных механизмов, которые низкой степени считаются воспалением при атеросклерозе в общей популяции и для определения новых мышений для лечения атеросклероза. Учитывая общность медиаторов воспаления при ревматоидном синовите и атеросклерозе, вот здесь как бы три основных исследования, которые были проведены в кардиологии, это СЕРТ, использование метатриксата, потом КАНТОСКОНОКИНОМАП, и КАЛКОТ и ЛОДОКО-2, это при использовании КАЛХИЦИНА. И в дальнейшем мы поговорим о каждом из этих исследований. СЕРТ – это самое раннее исследование. В 2013 году американский ученый Риткер под его руководством было проведено крупное рандомизированное клиническое испытание низких доз метатриксата. По сравнению с плацебо включались около 5000 пациентов с перенесенным инфарктом миокарда или с многососудистой ишемической болезнью сердца. Также были пациенты с диабетом второго типа или с метаболическим синдромом СЕРТ исследования. К сожалению, исследование было прекращено после среднего периода наблюдения 2,3 года, и метатриксат не повлиял на частоту комбинированной конечной точки сердечно-сосудистых событий или на уровне интерлекина-1-бета или интерлекин-6, это основные провоспалительные цитогены, и показатели высокочувствительной С-реактивный белок. Но здесь надо отметить, что, конечно же, у пациентов с ишемической болезнью сердца все эти воспалительные маркеры и С-реактивный белок, они практически измеряются в единицах. Они низкие по сравнению с пациентом с ревматоидным артритом. Поэтому можно, и авторы делают вывод, что влияние метатриксата на конечные точки сердечно-сосудистых событий при ревматоидном артрите, конечно же, будет отличаться от его влияния на пациентов без аутоиммунных ревматических заболеваний. Следующее исследование КАНТОС, которые результаты были опубликованы чуть позже, было включено более 17 тысяч пациентов. Здесь уже включались пациенты, имеющие документально подтвержденный острый инфаркт миокарда не менее 30 дней перед рандомизацией. Всем пациентам выполнены были процедуры ревоскулиризации, которые запланированы. И пациенты имели системное воспаление, более высокое, чем в общей группе больных после инфаркта. Это брались пациенты с высокочувствительным цирреактивным белком более 2 мг на литр, несмотря на использование стандартных методов вторичной профилактики, куда относятся применение бета-блокаторов и статинов. Часть ученых говорят о противовоспалительном действии последних. И исследование показало, что да, было выявлено снижение первичной конечной точки, за которую составляло это не фатальные острые инфаркты миокарда и инсульт, внезапная коронарная смерть, они были снижены на 15% у пациентов, получающих канакиномап. Там бралось 3 варианта доза, и именно доза 150 мг показала снижение частоты первичных событий по сравнению с плацебо, достоверная. Также была снижена частота всех сердечно-сосудистых событий на 26%. Однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от всех причин не оказалась более низкой в группе получающих канакиномап, в отличие от получающих плацебо. Выявлено снижение уровня высокочувствительного цирреактивного белка, что в принципе и ожидаемо, потому что мы к этому стремимся, назначая этот препарат. Влияния на липиды в данном случае не было. Кроме того, в дополнительном анализе исследований Кантес показалось, что канакиномап значительно снизил заболеваемость и смертность от рака легких. И лечение канакиномапом в этой группе пациентов ассоциировалось с развитием лейкопении и, к сожалению, с увеличением числа смертельных инфекций в группе, получающей канакиномап. Следующее, перейдем к исследованию колхицина. Еще начиная с начала нашего века, исследователи обратили внимание на влияние этой группы препаратов. И первая инициация – это исследование БОДАКО. Первое. Проспективное, рандомизированное, слепое исследование, где участвовали пациенты со стабильной ишемической болезнью сердца, получавшим такую классическую терапию – это спирин или клапидогреллистатинов. И дополнительно этим пациентам назначался колхицин. Другие пациенты получали плацебо. Соответственно, более 500 больных. И длительность наблюдения составила 3 года. Первичный исход. Здесь учитывалось развитие острого коронарного синдрома, остановка сердца вне больницы или некардиоэмболический ишемический инсульт на фоне терапии. И значимо вот это выявление первичной конечной точки было ниже у пациентов, получавших колхицин, в отличие от пациентов, которые получали плацебо. Есть задокументированное снижение выраженности атеросклеротической бляшки дистального отдела, но в данном случае на слайде показано, это право коронарной артерии, через 12 месяцев после приема колхицина. Другое исследование, в котором проводилась компьютерная томография коронарных сосудов, изучался такой вот результат, как первичные его взяли за изменение объема бляшки с низким затуханием. Это маркер нестабильности бляшек при проведении именно этого исследования. И многофакторный регрессионный анализ выявил достоверную связь проводимой терапии с большим снижением именно вот этого объема бляшки с низким затуханием и высокочувствительным цирреактивным белком. Еще интересно, что в данном исследовании положительная корреляция между этими двумя показателями, это показатель нестабильности бляшки, и высокочувствительным цирреактивным белком был получен. На данном слайде представлены результаты всех имеющихся рандомизированных контролированных исследований и метаанализов колхицина при атеросклеротическом сердечно-сосудистом заболевании. И если суммировать все результаты, то можно сказать, что примерно 50 на 50. Так был эффект, так и не было. Но единственное, что два крупных исследования, это Калкот и Лодокот-2, в котором мы видим, что большое количество пациентов, которые получали препарат, и плацебо для сравнения, длительный период наблюдения, что они показали снижение сердечно-сосудистых осложнений на фоне терапии колхицина. Первичная контрольная точка была, в частности, задокументирована в исследовании, это Калкот у 5,5% пациентов, получавших колхицин, и у 7% пациентов, получавших плацебо. Это достоверная разница, относительное снижение получилось 23%. И лечение колхицином оказало благоприятное воздействие на каждый отдельный компонент, комбинированный в первичной контрольной точке, что интересно, преимущественно, это все-таки было показано влияние на инсульты и срочной госпитализации по поводу стенокардии, приводящей в коронарную ревоскуляризацию. Смертность от всех причин не различалась в двух группах, это мы видим практически одинаковые 43 и 44 случая, и более высокая частота пневмонии наблюдалась на фоне приема калхицином по сравнению с плацебо. И что интересно, что частота диарея, она существенно не различалась, это им как бы известное неблагоприятное явление при приеме калхицина. Конечно же, исследования ограничены и включают относительно короткое наблюдение и небольшой размер выборки. Но тем не менее, ученые, кардиологи, это в частности итальянские и канадские, которые рекомендуют в стратегию вторичной профилактики для пациентов с хроническим коронарным синдромом наряду с изменением образа жизни в терапевтические цели с целью снижения воспаления всем пациентам подключать низкие дозы калхицина. Доказано, что назначение низких доз калхицина, это тоже обзор, который вышел практически недавно, маленькая эта доза 0,5 мг в сутки, следует рассматривать у пациентов с недавним инфарктом миокарда, то есть в течение 30, а в идеале в течение 3 дней после его развития, или со стабильной ишемической болезнью сердца для улучшения сердечно-сосудистых исходов. Калхицина не следует применять, конечно же, пациентов с тяжелыми нарушениями почек и печени из-за токсичности этого препарата. И интересно, что никаких серьезных побочных эффектов не было при комбинации использования калхицина и высокоинтенсивной терапии с татинами. Конечно, еще в других группах необходимо это проверить, соответственно. Есть механизмы, которые представлены на слайде. Это влияние калхицина на 5 основных составляющих. Это активация врожденного иммунитета. Пунктирными линиями показано то, что калхицин подавляет, а сплошными линиями то, что он стимулирует. И в частности это инфломасома 0,3, которая крилперином, еще другое его название, КАСПАЗа-1 и в конечном итоге рекрутирование вот этих нейтрофилов в стенку сосудов уменьшается. Дополнительно влияние в низких дозах, это и есть влияние на Е-селектин, а высокие дозы на Л-селектин, которые будут дополнительно способствовать и предотвращать рекрутированию нейтрофилов в сосудистую стенку. Дополнительное влияние на нейтрофилов в освобождении провоспалительных цитокинов, энтролекин-1, супероксида, способствует созреванию дендритных клеток и представлению как антиген презентирующих клеток. И, конечно же, что немаловажные механизмы, это подавление фактора роста эндотелия сосудов и пролиферацию эндотелия. Описаны механизмы, которые влияют на макрофагия под влиянием, практически они тоже отмечаются такими же, снижая выработку провоспалительных и экспрессию провоспалительных цитокинов. И, говоря про репозиционирование, здесь еще интересен, соответственно, другой подход. Дело в том, что есть авторы, это педиатры-ревматологи, которые предлагают изучить потенциал колхицин и уже с другой стороны на поражение сердечно-сосудистой системы у больных детей и подростков с системной красной волчанкой. И три момента, которые привели к необходимости вот этому исследованию. Это первое. Неудовлетворенная потребность методов лечения повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний при системной красной волчанке у детей. Если мы уже научились лечить волчанку, то длительность жизни у таких пациентов достаточно еще будет большая и развиваются вот эти неблагоприятные явления, которым мы уже взрослые ревматологи имеем с ними проблемы, то, конечно, предлагают включать на первом этапе с профилактической целью это низкие дозы колхицина, так как вот второй пункт у колхицина обладает множество противовоспалительных защитных свойств на сердечно-сосудистую систему. И, конечно же, используя данные колхот, в которых я говорила, приводящие к значительной пользе, с минимальным риском у взрослых с принесенным инфарктом миокарда для профилактики. Какие же перспективы дальнейшего развития вот в этой сфере? Это, конечно же, стратегия геноинженерных биологических препаратов, так как есть возможность точечного действия на каждой из составляющих вот этого риска. Здесь влияние на гетеродимеры хемокинов, создания полиагонистов и антагонистов гормонов и вмешательства в специфические нисходящие сигнальные пути иммунных контрольных точек, представленные на этом слайде, которые могут значительно уменьшить атеросклероз и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Что не очень важно для нас, это снижение иммуносупрессивных побочных эффектов, которые не позволяют использовать эти препараты достаточно длительно или на популяции сердечно-сосудистыми заболеваниями. В завершение можно сделать выводы, что антиревматические препараты, особенно метатриксат, некоторые геноинженерные биологические препараты улучшают различные биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшают сердечно-сосудистые события. Влияние метатриксата на конечные точки сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артритам будет отличаться от влияния у пациентов без аутоиммунных ревматических заболеваний. И остается до сих пор неясным, связаны ли эти эффекты со специфическими атеропротективными эффектами препаратов или все-таки с их противовоспалительным действием. Назначение низких досков хицина следует рассмотреть у пациентов с недавним инфарктом миокарда, тоже популяцией пациентов без аутоиммунных заболеваний или со стабильной ишемической болезнью сердца для улучшения сердечно-сосудистых исходов. И перспективным направлением является иммунотерапия сердечно-сосудистых заболеваний и разработка новых препаратов, оказывающих антиатерогенные действия с меньшими иммуносупрессивными побочными эффектами. Спасибо за внимание. Вопросов пока не видно. Так. Так. Я хочу попросить. Анастасия, присесть. Да, в серединочку. Не-не-не, Релина, присесть. Чтобы было удобно. Дорогие коллеги. Вам, вашему вниманию, сейчас будет представлен интересный доклад, который посвящен развитию ревматических проявлений у больных, которые получают лекарственную противоопухолиотерапию. Это относительно новый вопрос для ревматологов, ну и, наверное, методы подхода к лечению таких жалоб, таких пациентов. Это и для терапевтов относительно новая проблема. Значит, Анастасия Дмитриевна у нас научный сотрудник лаборатории системного склероза, отдела сосудистой патологии. Она занимается этой проблемой углубленно. Прошу вас, Анастасия Дмитриевна. Добрый день, уважаемые слушатели. Я представлю вам доклад, посвященный ревматическим осложнениям, лекарственной противоопухолиотерапии. Обращаю внимание, противоопухолиотерапии солидных опухолей, то есть это не гематологические опухоли. В первую очередь, впервые возникшие ревматические симптомы могут быть у пациентов связаны, на самом деле, у данных групп пациентов с несколькими проблемами одновременно. То есть это может дебютировать дифференцированное ревматическое заболевание. Это может быть результатом непосредственной инвазии опухоли в те же, например, суставные ткани, кости, мышцы или являться паранеопластическим синдромом. Но при этом накапливаются данные, что у данной группы пациентов также есть ряд патологий, которые непосредственно ассоциированы с проводимым лечением. Хочется сказать, что по факту иногда очень сложно разграничить, что именно у больного возникает. То есть связано это с проводимой противоопухолевой терапией, связано ли это с паранеопластическим синдромом, либо это связано с лечением. Почему вообще в последнее время данная тема актуальна начинает быть? Потому что спектр противоопухолевых препаратов стремительно разрастается. То есть в принципе противоопухолевые препараты это одна из наиболее развивающихся областей фармакотерапии. Регистрируется огромное количество ежегодно этих препаратов, при этом многие из них проходят по ускоренным протоколам регистрации. И нежелательные явления, в том числе ревматические, они уже, скажем, в полях выявляются. И, соответственно, за последние годы для ревматологов почему стало это важно? Потому что появились так называемые ингибиторы контрольных точек, которые ассоциированы с множественными аутоиммунных осложнений. Кроме того, развивается гормонотерапия, то есть появились ингибиторы ароматазы тоже не так давно. И, соответственно, также стремительно расширяется таргетная терапия, однако информации о различных осложнениях ревматических очень мало в этих препаратах. И, соответственно, я даже не буду сильно углубляться в эту группу. Там очень много разно-направильно действующих препаратов. И в основном на них фиксируются артрологии и миалгии по данным клинических исследований, а также артриты. То есть, из собственного опыта могу сказать, что иногда развитие того или иного нежелательного явления бывает парадоксальным. То есть, казалось бы, например, сейчас мы наблюдаем пациента, у которого и получает препарат, который блокирует неоангиогенез, антиви-ДЖФР-терапию. И непосредственно в период лечения, сразу после начала, у пациента развивается полиартрит с усилением вускулиризации в синавиальной ткани. И очень высокий при этом показательный уровень ЦРБ. То есть, там до 220, казалось бы. То есть, препарат должен был бы с этим бороться, но, тем не менее, иногда на практике мы видим другое. Кроме того, я не буду плотно останавливаться на вакцинотерапии. В основном, скелетно-мысочная манифестация будет связана именно с БЦЖ-терапией. То есть, там будет реактивная артритболезь пансне. Это все то же самое, что, в общем-то, проявляют пациенты с туберкулезом, склонность. И, соответственно, также я не буду останавливаться на остеопорозе, которая на гормонотерапии рака молочной железы развивается, потому что, в принципе, это отдельная тема и меньшее, да, и не в фокусе сегодня. Значит, по изученности тематики на современном этапе могу сказать, что в целом основное представление получено на описание скелетно-мышечных осложнений в клинических исследованиях, что в целом является не совсем адекватным источником информации данной. И также описывают спорадические случаи развития ревматических заболеваний у этих пациентов. При этом для большей части патологии не определена четкая клиническая лабораторно-инструментальная характеристика и отсутствуют общепринятые рекомендации по лечению. Также ограничены данные о влиянии на качество жизни. При этом для некоторых осложнений, по-видимому, у пациента будут страдать больше даже от осложнений терапии, чем от основного заболевания. Ингибиторы контрольных точек. Что вообще-то в себе представляют данные группы препаратов? Контрольные точки – это естественные регуляторные механизмы, то есть это рецепторы, которые экспрессируются на антигенпрезентирующих клетках, на Т-клетках, и в норме они защищают иммунную систему от ее избыточной активации. Кроме того, контрольные точки также могут синтезировать клетки опухолей, в результате чего, по сути, опухоль ускользает от иммунного ответа, и, соответственно, нормальный цитотоксический иммунитет перестает работать. Соответственно, препараты ингибиторы контрольных точек – это моноклональные антитела, которые блокируют, естественно, опухоль, утормозящую активность иммунной системы. Механизм этот не специфический, и в результате их действия мы видим множество так называемых иммунопосредованных нежелательных явлений, и они могут, в принципе, затрагивать любые органы и системы. Но ряд авторов предполагает, что именно ревматическая манифестация, именно скелетно-мышечная манифестация является одним из наиболее частых иммунопосредованных осложнений. Хотя, наверное, редко при этом эти осложнения проявляют угрозу для жизни. Так, например, то же самое бывает жизнеугрожающий холид или миокардит, то есть более опасный. Итак, на этом слайде, в принципе, я представила основные ревматические осложнения терапии ингибиторами контрольных точек. Чаще, наиболее изученный – это воспалительный артрит. По некоторым данным, частота развития до 7% у пациентов, получающих эти препараты. Обычно это может быть любой, по сути, артрит – моно, олига, полиартрит. И, в принципе, некоторые авторы описывают, что часто увлекаются сухожилия. И по тем пациентам, которые мы видели, именно эта информация и подтверждается. Обычно редко удается поставить такие диагнозы, как ревматоидный артрит, псориатический артрит. И, в принципе, специфические аутоантитела не выявляются обычно. Ревматическая полимиалгия. Тут довольно-таки тоже интересный вопрос. В литературе часто фигурирует как синдром подобной ревматической полимиалгии. И ряд авторов, особенно в ранних публикациях, говорит, что при этом это наиболее частое осложнение до 80% этих пациентов. Но при этом также эти авторы утверждают, что у большинства пациентов выявленная патология не соответствует ни классификационным, ни диагностическим критериям ревматической полимиалгии. И при этом отвечают, что часто увлекаются периферические суставы. И при этом часто не повышается СОИ ЦРБ. В общем-то, на самом деле, данная именно нозологическая единица вызывает вопросы. Я не видела ни одного пациента, которому можно было правомерно поставить ревматическую полимиалгию в данной группе. Поэтому в целом, особенно отсутствие того, что они не соответствуют классификационным и диагностическим критериям, в общем-то, чем именно является заболевание у тех пациентов, которые описывали авторы, пока непонятно. Также у ряда пациентов может развиваться иммунопосредованный миозит. Он отличается от стандартных воспалительного миопатии. У него часто не слабость, будут пациенты жаловаться, а именно на боли в мышцах. При этом редко вовлекаются типичные органы для дерматомиозита, такие как кожа. Легкие тоже довольно-таки редко вовлекаются. Но при этом возможно вовлечение сердца миокардит и проявление, скажем, скорее миопатических симптомов, например, поражение орбитальной мускулатуры. Это редкое осложнение и оно потенциально жизнеугрожающее. Системные ревматические заболевания возникают редко. Воскулиты обычно могут сопутствовать ревматической полимиалгии и, в общем-то, вовлекать сосуды именно крупного калибра, то есть как гигантоклеточный артериит. Сухой синдром – это не болезнь Шеверена. Он отличается тем, что, во-первых, там именно идет селодениц, выраженная токлеточная инфильтрация, и поражаются именно органы слюнеотделения. Еще реже бывает саркоидоподобная реакция, склеродермоподобные заболевания и стемная красная волчанка. То есть это единичные описанные случаи. Описано, на самом деле, недостаточно все эти осложнения. В основном описывают склетно-мышечные, и при этом представление получено всего лишь у примерно около 340 пациентов у данной патологии. При этом данные клинических исследований не отражают реальную распространенность ревматических осложнений. Здесь представлены клинические исследования. В общем-то, те же самые артрологии, разброс от 1 до 43%. При этом некоторые в клинических исследованиях фиксируют боль в конечности или склетно-мышечную боль. А те же самые артриты и миалгии большая часть данных не предоставляет. Таким образом, иммунопосредованное осложнение ревматически проявляет высокую гетерогенность. Редко соответствует диагностическим или классационным критериям определенного заболевания. В большинстве случаев не сопровождается выработкой аутоантител. И в большей части случаев имеет мягкое течение. То есть это касается, конечно же, основного пула патологии. Склетно-мышечные – это артриты. То есть они нежизнеугрожающие. Но при этом тот же самый иммунопосредованный миозит может носить жизнеугрожающий характер, либо кускулиты. И могут требовать отмены противообухолевого лечения при этом. Следующий пункт – это артропатия, ассоциированная с гормонотерапией. В первую очередь будет ассоциироваться именно эстроген-депривационная терапия. И из этих препаратов, которые используются для этой терапии, наиболее часто ассоциируются с группой ингибиторов ароматазы. Это современные препараты, которые используются для терапии рака молочной железы. При этом стоит отметить, что препараты эти используются на протяжении многих лет. Пациентки вынуждены их применять. И боли в суставах, скелетно-мышечные боли возникают примерно у 50% пациенток. При этом, по некоторым данным именно зарубежных соавторов, треть пациентов именно от этого отказывается от продолжения терапии. То есть тут тоже такой момент, что это пациентки, которые уже прошли активную терапию, химиотерапию, оперативное лечение. И не всегда им понятна необходимость такого длительного приема таблетированных препаратов, от которых они, скажем, страдают зачастую. То есть кроме того, что у них болят суставы, у них бывают проблемы с давлением, остеопороз тоже развивается. И, собственно, могут из-за этого отказываться просто от лечения. Что, в общем-то, может повлиять на прогнозы уже онкологического заболевания. При этом, почему у этих пациентов возникает боль, какой субстрат боли, на данный момент не совсем понятно. Очень много исследований разнонаправленных. Но, скажем, те пациенты, которых я видела, практически все были с воспалительными субстратом боли, что, в принципе, подтверждает ряд авторов, которые также выявляют воспалительные, в том числе при ультразвуковых исследованиях, изменения тенсиновиты. И, соответственно, жалобы, такие как синдром запястного канала, щелкающий палец, утренняя скованность, они, в общем-то, как раз-таки свойственны тем же самым тенсиновитам. Кроме того, есть два эпидемиологических, но не ретроспективные исследования, которые показали, что у этих пациенток увеличена частота возникновения ревматоидного артрита, это системно-красной волчанки и синдрома Шегрена. При этом по системно-красной волчанке стоит отметить, что, опять же, это пациенты постминопаузального возраста. То есть все-таки лечение частоты в этом возрасте довольно-таки уже редко. В принципе, системно-красная волчанка дебютирует в позднем возрасте, а вот этих пациенток она может участиться. Есть работа одна, которая показала, что у 10 из 18 пациентов был диагностирован недифференцированный спондилоартрит. Довольно-таки интересно, потому что на своем опыте мы видим, что ряд пациентов развивает недифференцированные олигоартриты с преимущественным увлечением нижних конечностей, что, в принципе, паттерном похоже на спондилоартрит. Соответственно, по клиническим исследованиям, опять же, большой разброс. Здесь представлена, правда, разная группа препаратов, в том числе антиандрогены. Они тоже снижают уровень, на самом деле, уровня эстрогенов. И, собственно, тоже мы можем видеть, что в последних исследованиях до половины пациентов испытывают артрологию. И, например, в исследовании эксамистана также вообще 14% артрита даже было выявлено. То есть, в принципе, для онкологических клинических исследований это очень большой процент, потому что считается, что недооценивается очень сильно процент скелетно-мышечных осложнений в онкологических клинических исследованиях. Ревматические осложнения химиотерапии. Опять же, наиболее, даже не изученные, наиболее, скажем, встречаемые и наиболее больше привлекают внимание в том числе авторов, это артрит, возникающий в или артрологии, который возникает в период противообухолевая терапия, либо через непродолжительный период после окончания химиотерапии. При этом авторы отмечают, что это обычно транзиторное состояние, то есть может в первый же год экупироваться. И при этом у этих пациентов редко возникает дифференцированный артрит. Но при этом, опять же, по опыту ведения таких пациентов, также мы наблюдали несколько случаев дебюта ревматоидного высокосеропозитивного ревматоидного артрита прямо вот на введении химиотерапевтических препаратов. Кроме того, обращает на себя внимание острый токсан-дуцированный болевой синдром. Его дефиниция не сильно определена, то есть эти неврологи считают, что это нейропатия. То, что мы видели, пациенты, в принципе, жалуются на воспалительные боли в основном суставов, что не совсем соответствует нейропатическим болям. И, собственно, при этом у малого количества пациентов при этом отмечалось типичные нейропатические жалобы на сенсорную нейропатию по типу перчаток и носков. Что из себя представляет вообще этот синдром? То есть после введения препаратов из группы токсанов, это паклитоксел, доцитоксел, напаклитоксел, через пару дней резко возникают боли в суставах, иногда в мышцах, и в течение нескольких дней, недели они потихоньку уходят. При этом частота возникновения этих болей до 72%. При этом токсаны, нужно понимать, что это одни из наиболее применяемых препаратов сейчас в онкологической практике. И, например, для тех же пациентов с раком молочной железы, они присутствуют в схемах у большинства форм рака молочной железы. Несмотря на то, что это транзиторное состояние, боль при этом очень высокоинтенсивная. И практически, например, то, что мы наблюдали, у половины пациентов достигало 10 баллов пациентов по визуально-аналоговой шкале. И, соответственно, не совсем понятно, к чему это приводит уже после терапии. И обсуждается, что наличие остротоксана индуцированного болевого синдрома уже может быть фактором риска развития тех же самых артритов уже после проведения химиотерапии. Кроме того, можем наблюдать... ...сигненный регламент. ...канальном слайде долго уже. У меня там мало. Мало бы больше. Может быть обострение параноопластического дерматомиазита, возникновение лейкоцитокластического воскулита, который, в принципе, именно параноопластический обсуждается, поэтому не будем на них останавливаться. И также возможно развитие склеордермоподобных заболеваний, например, на блеомицине, то есть то, что описано. При этом, какова роль ревматических осложнений противопухолевой терапии для этих пациентов? Во-первых, учитывая, что в основном цикетно-мышечное осложнение, это источник более функциональной дисфункции. В ряде случаев это может инвалидизировать больного, то есть они не могут передвигаться. При этом редко это представляет ревматические осложнения непосредственную угрозу жизни пациента. Но при этом возможно влияние высоковоспалительного процесса, то есть у ряда пациентов повышается СОЭЦ, РБ выражено, или антиревматическая терапия на опухолевую прогрессию. Это вопрос неизученный, то есть, скажем, он в рамках догадок и описания каких-то клинических случаев сейчас находится. То, как мы уже обсудили, ревматические осложнения также могут привести к отказу пациентов от продолжения противоопухолевой терапии и могут являться предиктором ответа на противоопухолевую терапию. То, что, например, для пациентов с иммунопосредственными нежелательными явлениями справедливо, а также для терапии ингибиторами ароматаза. Какие же возможны факторы риска для развития ревматической патологии? Это неизвестно. То есть обсуждается, опять же, терапия токсанами в анамназе, острый токсан индуцированный болевой синдром в анамназе, наличие ревматических осложнений на предшествующую терапию. В целом, особенности пациента уже с неранними формами рака могут годами лечиться и переходить из одного лечения в другое и, соответственно, собирать различный спектр и осложнений на этой терапии. Также обсуждается то, что лучевая терапия в анамназе. При этом практически публикации на эту тематику нет, но то, что мы наблюдали после лучевой терапии, довольно-таки большой спектр, опять же, ревматических заболеваний тоже может манифестировать. А также, конечно, наличие ревматического заболевания в анамназе, которое просто может обостряться. Терапия ревматических осложнений противоопухолевой терапии на самом деле может включать весь спектр антиревматических препаратов. Учитывая, что терапия нестандартизирована, то есть очень мало протоколов, плотно останавливаться на этом я не буду. И, собственно, в каждом, плюс это в каждом отдельном случае, требует обсуждения, что именно стоит назначить в данный момент. При этом, чаще всего, конечно, это будут нестероидно-противоспалительные. Для иммунопосредованных нежелательных явлений в первую очередь назначаются глюкокортикоиды, если не помогают нестероидно-противоспалительные препараты, допустим, для скелетно-мышечной боли. А при неэффективности уже добавляются базисные противоспалительные препараты, то есть это может быть и метатриксат, и фасалазин, и арава. И при их уже неэффективности или, допустим, при некоторых состояниях, когда, в принципе, не действуют эти препараты, также применяются ингибиторы факторов некрозоокухоли и ингибиторы нейтрекина 6-го. Таргетные синтетические базисные противоспалительные препараты фигурируют в описаниях некоторых клинических случаев, в особенности тофацетиниб. Ну и в ряде случаев может потребоваться отмена или смена противоопухолевой терапии. При этом остается очень много нерешенных вопросов применения антиривматической терапии. Это, конечно же, влияние на противоопухолевый ответ. С другой стороны, именно противоопухолевая терапия тоже разнонаправленно может влиять на ревматическую патологию. И, допустим, если какие-то препараты будут обострять ревматическое заболевание, то другие препараты могут, наоборот, действовать антиривматически. Но при этом тоже назначение каких-то базисных противоспалительных препаратов с противоопухолевой терапией требует обсуждения, потому что может потенцироваться лекарственная токсичность. Таким образом, мы можем заключить, что проблема ревматических осложнений противоопухолевой терапии плохо изучена. При этом наиболее часто ревматические осложнения, это скелетно-мышечные, являются источником боли и функциональной дисфункции. В некоторых случаях ревматические осложнения представляют угрозу для жизни пациента или могут приводить к отказу от противоопухолевого лечения. И, конечно же, необходимо усиление междициплинарного взаимодействия онкологов и ревматологов, учитывая, что, опять же, повторюсь, что спектр противоопухолевых препаратов расширяется, и все больше пациентов приходят к ревматологам с осложнениями противоопухолевой терапии. Спасибо за внимание. Спасибо, Анастасия Дмитриевна, спасибо за доклад, за ваш интерес к той проблеме, которую вы со своим энтузиазмом поднимаете. Но время неумолимо бежит, и мы предлагаем следующий доклад и представляем слово кандидату медицинских наук, научному сотруднику лаборатории эволюции ревматоидного артрита Паневину Тарасу Сергеевичу. И приглашаем не только терапевтов, но и гинекологов. Пожалуйста, Тарас. Добрый день, уважаемые коллеги. Анастасия Дмитриевна в конце предыдущего выступления уже говорила о том, что необходимо междисциплинарное взаимодействие между онкологами и ревматологами. Я говорю о том, что необходимо междисциплинарное взаимодействие между ревматологами и гинекологами. Почему? Потому что ряд наших пациентов являются женщинами, и очень часто женщины заболевают именно в возрасте, который соответствует так называемому периоду перий и постменопаузы, сопровождающемуся возрастному дефициту эстрогенов. Таким образом, цель сегодняшней лекции, с моей точки зрения, это рассказать об особенностях течениями на паузы и постменопаузального периода у таких женщин и обсудить, как вообще возрастной дефицит эстрогенов влияет на развитие и течение этих заболеваний. У гинекологов есть классификация климактерических нарушений. Принципиально они делятся на ранние и поздние. Для нас наиболее интересны ранние, в первую очередь, климактерические нарушения, к которым относятся мышечно-суставные боли. Об этом уже немного говорила Анастасия Дмитриевна в рамках противоопухолевой терапии. Существовали до нынешнего года специфические клинические рекомендации для гинекологов, которые касались терапии именно паузального состояния. Да, у нас был даже отдельный пункт. Это низкое качество жизни, которое связано с климактерием, включающим в себя суставные и мышечные боли. Из последних рекомендаций 2021 года данное показание, к сожалению, убрали. Однако обращается внимание на то, что следует гинекологам обращать внимание на боли в суставах и в нижней части спины у женщин с климактерическими проявлениями. А также указывается на то, что менопаузальная гормонотерапия может способствовать улучшению данных симптомов. Что касается факторов риска вообще возникновения суставной боли у женщин, об этом уже говорилось, да, это и прием антиэстрогенных препаратов, тамоксифена и экземистана, прием ингибиторов ароматазы, соответственно. Другие факторы включают в себя внезапный дефицит эстрогенов вследствие удаления матки, как правило, с дополнительной аварией актомии, а также в меньшей степени, но тоже может иметь место быть, у женщин, которые отменяют терапию комбинированными оральными контрацептивами либо менопаузальную гормонотерапию. Почему так происходит? Потому что рецепторы к эстрогенам, они находятся практически во всех органах и тканях, представлены двумя субтипами рецепторов и являются регуляторами различных функций организма, в том числе регуляторами как врожденных, так и приобретенных иммунных механизмов. В частности, регулируется аутовоспаление, регулируется дифференцировка и, скажем так, напряженность, да, В и Т клеточного иммунитета, и полиморфизм в генах эстрогеновых рецепторов, он может ассоциироваться с риском развития как различных аутоиммунных заболеваний, не только ревматических, ну и, конечно, остеоартрита, который чаще всего поражает женщин после наступления менопаузы. Сегодня мы коснемся четырех нозологий, каких-то кратко, каких-то более длительных, и первое, конечно, это самое распространенное заболевание суставов, остеоартрит, что нам, как для гинекологов, да, условных, скажем так, факторах риска важно. Конечно, это возраст, да, мы знаем, что первичный остеоартрит – это возраст, ассоциированные заболевания, женский пол, конечно, чаще страдает женщина, это остеоартрит мелких суставов, кистей и коленных суставов, и избыточная масса тела, да, метаболический синдром, но в рамках менопаузы мы говорим о менопаузальном метаболическом синдроме. Существует много исследований по этому поводу, в том числе и знаменитая WHA, глобальная инициатива по имя здоровья женщин, которая показала, что более 40% женщин в постменопаузе страдают остеоартритом. При этом, если мы говорим о потере, о скорости потери хрящевой ткани, то она, в принципе, сопоставима с потерей костной ткани у женщин в постменопаузе. Патогенез остеоартрита претерпевал различные изменения, да, теории механического стирания хрящевой ткани, ну, а на сегодняшний день он представляет собой такие своеобразные весы, на которых катаболические факторы, провоспалительные факторы перевешивают над факторами, которые регулируют метаболизм, гомеостаз, хрящевой ткани. Конечно, все это усугубляется под действием менопаузального метаболического синдрома. Как влияют эстрогены на различные структуры суставов? В целом, это влияние можно охарактеризовать как анаболическое и противовоспалительное. В частности, увеличивается синтез глюкоза, аминогликанов, да, различных других компонентов хряща и уменьшается экспрессия генов и, соответственно, уменьшается активность различных провоспалительных путей, выработка матриксных металлопротеиназ и провоспалительных интерлекинов. Артрологии в пери- и постменопаузе могут преобладать в картине климактерического синдрома, не обязательно связанного с остеоартритом, примерно у каждой пятой женщины. Следует отметить, что суставная боль достоверно реже встречается в пременопаузе по сравнению с женщинами, которые уже перешагнули менопаузу и находятся в периоде ранней постменопаузы. Что касается непосредственно влияния эстрогенов на боль, они обладают в целом антиноцицептивным эффектом. Эстрогеновые рецепторы присутствуют также и в центральной нервной системе. Здесь они обладают противоанальгетическим и модулирующим действием на болевые рецепторы. Косвенно об этом говорит то, что такое состояние ревматическое, ревматическое заболевание, как фибромиология, примерно в 10 раз чаще встречается у женщин и более чем у половины это заболевание дебютирует именно в постменопаузе. Мы уже подходим к ревматоидному артриту, про боль мы немного проговорили. Актуальность проблемы очевидна. Очень много женщин заболевают ревматоидным артритом именно тогда, когда развивается возрастной дефицит эстрогенов. Я не говорю о том, что именно из-за этого, но очень много женщин находится именно в периоде перии и постменопаузы. У нас существует такое понятие, как трудноподдающееся лечение ревматоидной артритой. Difficult to treat ревматоидный артрит. И в рамках этой концепции мы должны обращать внимание и на комаровидность, на сопутствующие состояния, которые могут препятствовать достижению ремиссии у данных пациентов. Здесь речь идет и о фибромиологии, и об остеоартрите. И, конечно же, должен быть индивидуализированный подход, в том числе с оценкой и климактерических проявлений. Почему вообще эстрогены связаны с ревматоидным артритом? Ну, ни для кого не секрет, да, что ряд пациентов, достаточно большое количество пациенток, отмечает уменьшение активности ревматоидного артрита, либо даже полную ремиссию во время беременности. В то же время, в послеродовом периоде, в раннем послеродовом периоде, обычно обостряется, либо может даже дебютировать, да, у тех, у кого нет ревматоидного артрита, либо вообще другие алтоиммунные заболевания, которые ассоциированы в том числе с эстрогенами, да, в послеродовом периоде. А ранняя менопауза сама по себе является независимым фактором риска по данным нескольких исследований серонегативного ревматоидного артрита. В то же время, да, мы уже про боль немного поговорили, центральная синсетизация, фибромиалгия, это также может быть болевым фактором. И, конечно, само по себе иммунное воспаление, оно может также являться фактором риска развития центральной синсетизации и болевого синдрома. Да, мы знаем, что фибромиалгия, она чаще встречается при воспалительных заболеваниях суставов, при системной склеродермии также. Что касается суставной боли и менопаузальной гормонотерапии, было проведено несколько исследований, которые показали, что применение традиционной комбинации за рубежом, да, в Соединенных Штатах, конъюнгированных эквинах эстрогенов и медроксипрогестерона ацетата хотя бы в течение одного года способствовало уменьшению числа женщин, которые сообщали о боли или скованности в суставах. Ревматоидный артрит, как и любое аутоиммунное заболевание, является фактором риска преждевременной недостаточности яичников. Так, в нескольких исследованиях были отмечены более низкие показатели основного маркера авариального резерва антимюллерового гормона у женщин с ревматоидным артритом по сравнению с здоровыми женщинами, не имеющими каких-либо аутоиммунных заболеваний. Конечно, интересный вопрос, да, предотвращает ли менопаузальная гормонотерапия развитие ревматоидного артрита. На него ответить сложно. Было проведено несколько анализов крупных исследований, в том числе WCHI, которое показало, что в целом применение менопаузальной гормонотерапии снижает риск развития ревматоидного артрита. Однако, по данным того же WCHI и по данным корейского аналога NHANES, исследования, не были отмечены статистически значимые различия по сравнению с пациентками, которые не принимали менопаузальную гормонотерапию. Ну и по поводу влияния МГТ на течение ревматоидного артрита. Здесь очень немного исследований. В основном они проводились одной группой исследователей, которые изучали влияние трансдормального эстрадиола и нороцестерона ацетата против кальций-Д3 в отношении различных маркеров остеопороза. Да, был получен достоверно больший прирост минеральной плотности костной ткани, снижение маркеров как остео, так и хондрорезорции. Это все сопровождалось более низкими показателями интерлейкина-6, скорости оседания ретроцитов и основного индекса активности ДАС-28 в группе, которая получала менопаузальную гормонотерапию. Мы движемся дальше. Менопауза и системная склердермия. Патогенез хорошо известен. В терапевтической аудитории, я думаю, мы не будем на нем длительно останавливаться. Конечно, часто болеют женщины, большинство заболевших приходится на возраст, который предшествует наступлению менопаузы. Сама по себе системная склердермия может быть фактором риска ранней менопаузы. Было проведено несколько исследований. И хотя достоверные различия были получены по сравнению с контрольной группой лишь в одном из них, обратите внимание на средний возраст наступления менопаузы. Это 45-46 лет. То есть, фактически, это нижняя граница нормального возраста наступления менопаузы. Мы, конечно, понимаем, что женщина, у которой менопауза наступила в 45-53 года, в метаболическом плане, в плане костной ткани, это будут немного разные женщины. Что касается влияния на костную ткань. Здесь много факторов риска развития остеопороза. У наших пациенток это и глюкокортикоиды, это и нарушение синтеза витамина D, поскольку поражаются открытые участки кожи. Это и нарушение костной микроциркуляции, про раннюю менопаузу я уже сказал, и отдельный прием ингибиторов протонной помпы, которая, конечно, также может увеличивать риск развития остеопороза. Было проведено несколько исследований, и у нас за рубежом, вот по одному из исследований, сравнивали пациенток с ремотоидным артритом и системной склеродермией. И хотя за рубежом традиционно не принято назначать глюкокортикоиды при данном заболевании, все равно было отмечено, что пациентки с данным заболеванием имели более низкие показатели минеральной плотности костной ткани, а также имели более низкие показатели витамина D. В нашей популяции традиционно более часто назначаются глюкокортикоиды, более 80% пациенток получают, и потребность в антиостеопоротической терапии составляет в среднем 85%. Я не призываю лечить минопаузальную гормонотерапию и остеопороз, но эта группа препаратов, она может быть использована для профилактики остеопороза у наших пациенток, и кроме антиостеопоротического эффекта имеются еще дополнительные действия, о которых мы также поговорим. Мы знаем, что эстрогены – это фактически молекулы, которые способствуют вазодилетации. За счет чего? Ну, в первую очередь, за счет положительного влияния на эндотелий, увеличение биодоступности оксида азота, а также снижение синтеза различных вазоконстрикторных молекул, в первую очередь, интерлекина-1, а также ингибирование пролиферации различных компонентов сосудов. Вот одно из исследований, к сожалению, это не пациентки системной склеродермии, это были здоровые женщины, которым проводилась капилляроскопия до назначения минопаузальной гормонотерапии в различных комбинациях, исходно, и через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Через 12 месяцев, хотя и не отмечалось различных структурных изменений в сосудах, что, в принципе, ожидаемо, да, без системной склеродермии, отмечалось значимое увеличение скорости кровотока во всех группах применения минопаузальной гормонотерапии. Очень интересные два исследования итальянцев, ретроспективные, о влиянии минопаузальной гормонотерапии на легочную гипертензию. В первом исследовании было отмечено, что постменопауза сама по себе может быть фактором риска изолированной легочной гипертензии, а во втором исследовании сравнивали женщины, которые получали МГТ и не получали. Так вот, среди тех, кто получал МГТ, никто не развил в среднем в течение 7 лет наблюдения легочную гипертензию, в то время как в контрольной группе ее распространенность достигала 20%. Коротко о системной красной волчанке. Здесь совсем немного слайдов, да. Ну, это один из самых, наверное, спорных вопросов. Назначать или не назначать менопаузальную гормонотерапию, поэтому я пройдусь по фактам, да. Что у нас на чаше рисков? Это риск обострения системной красной волчанки, простите, здесь, конечно, опечатка, и тромботические, да, осложнение, антифосфолипидный синдром, да, мы всегда боимся его при назначении менопаузальной гормонотерапии либо каких-либо вообще женских половых гормонов. Что из преимуществ, да. Ранняя менопауза у женщин часто с системной красной волчанкой, в том числе, соответственно, больше факторов риска остеопороза, развития сердечно-сосудистых нарушений и, конечно, профилактика остеопороз, никто ее не отменял. Что говорят официальные рекомендации по этому поводу? У ЕОЛАРа есть, соответственно, гайды, которые регламентируют применение различных, регламентируют различные ситуации у женщин с системной красной волчанки в плане репродуктивного здоровья. Так вот, они говорят о том, что мы можем назначать менопаузальную гормонотерапию при наличии у женщин тяжелых проявлений климактерического синдрома в отсутствии антифосфолипидных антител. Конечно, с учетом риска тромбозов предпочтительны трансдермальные формы, которые не проходят через печень и не увеличивают сейдосфактор свертывания крови. Однако даже при наличии антифосфолипидных антител рекомендации регламентируют, что мы можем назначать менопаузальную гормонотерапию при тщательном взвешивании соотношения риска и пользы. Конечно, такое решение должно приниматься коллегиально, гинекологом, ревматологом и осведомленной пациенткой. Рекомендации АКР также говорят нам о том, что мы можем использовать трансдермальные формы менопаузальной гормонотерапии. Какой основной посыл к гинекологам в заключении сегодняшнего выступления? Очень часто наличие ревматического заболевания само по себе может быть тем фактором, который остановит женщину, которая действительно страдает климактерическими нарушениями, тяжелыми приливами, до назначения менопаузальной гормонотерапии. Но в ряде случаев назначение ее не только не противопоказано, оно еще может быть и полезно не только с точки зрения компенсирования климактерических нарушений, но и для сопутствующих положительных плеотропных эффектов у наших пациентов. На этом у меня все, Лидия Петровна. Я благодарю вас за внимание. Дорогие коллеги, мы закончили свою программу излагать. Мы не видим в чате вопросов. Наверное, нужно время, чтобы подумать о смысле. Вопросы могут появиться потом. Благодарим вас всех за внимание и надеемся, что та информация, которая сегодня была вам представлена, была вам полезна. Всего вам доброго, дорогие коллеги, и успешного продолжения сегодняшней большой и длинной конференции. До свидания.